МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей о самых важных событиях Муравленко расскажем прямо сейчас. Больше 200 контрактов на поставку импортозамещающей продукции заключили предприятия Ямала с заводами Юго-Тюменской области. В чем выгода такого сотрудничества? Жребий брошен. В территориальном избиркоме прошла жребьевка эфирного времени для предвыборной агитации. Очередной случай жестокого обращения с животными зарегистрировали полицейские. Живодеры расстреляли собаку в дачном поселке. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Мором, на которой обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона. В частности, глава государства интересовался процессом строительства крупного медицинского центра в области. Александр Мор продемонстрировал презентацию проекта медицинского города. Он сообщил, что его реализуют с 2007 года на федеральные и областные средства. Все здания, расположенные на едином земельном участке, комплексно связаны единой инфраструктурой. Здесь у нас и федеральные деньги, и областные деньги. Это все здания, расположенные на едином земельном участке, комплексно связанной единой инфраструктурой. Часть из них уже построена. Шесть объектов построены по разным годам. В том числе федеральный центр нейрохирургии, в котором был за федеральные деньги построен наша областная больница, к которой мы модернизировали местно-начальство медицинского тела, которое в этом году закончено комплекс капитального ремонта и завезено новое оборудование. Также он сообщил главе государства, что есть еще два объекта, которыми должны закончить проект. Это онкологический центр и областная детская больница. Владимир Путин отметил, что необходимо найти источники финансирования этих объектов и завершить строительство. Ежегодно в Тюменский центр «Медицинский город» по системе обязательного медицинского страхования приезжают на лечение, консультацию и диагностику 4000 ямальцев, не считая тех, кто проходит обследование самостоятельно. А сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Мор и в Рио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов посетили с рабочим визитом Надымский район. Главы регионов проинспектировали ход строительства автодороги Надым-Салихард, где ознакомились с процессом укладки асфальтобетонного покрытия в условиях вечной мерзлоты. Трасса Надым-Салихард должна связать столицу Ямала сетью федеральных дорог, в том числе с Тюменю и Екатеринбургом. Это долгожданный для всех жителей западной части Ямала объект. Общая протяженность трассы Надым-Салихард составляет 344 километра. Из них в эксплуатацию введено 170. Построено 38 мостов. Правительство округа и Тюменской области принимает совместные меры для открытия сквозного проезда по дороге к 2021 году. В Муравленко продолжается подготовка к единому дню голосования. В городе сформировано 10 участковых комиссий, уточняются списки избирателей, решаются другие организационные вопросы. Сегодня в территориальном избиркоме прошла жеребьевка по распределению эфирного времени и печатных площадей для размещения агитационных материалов в средствах массовой информации. Результаты будут опубликованы в ближайшем выпуске газеты «Наш город». Предвыборная агитация на каналах телевидения и радио будет проходить в рабочие дни, начиная с 13 августа и завершится в 0 часов 7 сентября. То есть за сутки, предшествующие единому дню голосования, назначенному на 9 сентября. Больше 200 контрактов на поставку импортозамещающей продукции за минувший год заключили предприятия «Ямала» с заводами Юго-Тюменской области. Что нужно северу от юга и в чём выгода такого сотрудничества? В сюжете Валерий Чижик. Михаил Волошко теперь работает в 50 раз быстрее. Завод закупил новую технику. Сейчас маркировка каждой детали. Такая важная при сборке нефтегазового оборудования занимает секунды, а не часы, как раньше. Мы клеймили детали вот такими вот клеймами. То есть, если не видно будет, ставишь на деталь и бьёшь молоточком. А так как у наших заказчиков маркировки, как правило, длинные, там очень много символов, уходило много времени. Быстрее, качественнее и разнообразнее. Продукция тюменских заводов работает в условиях Крайнего Севера. А для ямальских заказчиков крайне важны надёжность, технологичность и оперативность. Новые станки и молодые кадры помогают соответствовать этим требованиям. Сегодня у нас работает 60 заводов, производящих самое современное оборудование для нефтяной и газовой промышленности. Добывающие предприятия Югры и Ямала закупают в тюменской области и трубы, и кабели, и погруженные насосы и многое другое для нужных нефтесервиса и других предприятий и газового сектора. Только по итогам прошлого года тюменские производители заключились с северными предприятиями контрактов на общую сумму более 65 миллиардов рублей. 93 тюменских компаний выпускают 190 видов импразамещающей продукции для предприятий Ямала. Это дополнительные возможности. Мы не только соседи, но и деловые партнёры. Условия, созданные на юге области, в связке с мощью Ямала, с нашим потенциалом в развитии Арктики, в расстоянии севера – залог успеха всех трёх субъектов нашего большого региона. Только вместе мы можем обеспечить тот рывок, задачу которого перед нами подставил наш президент. Есть в этом сотрудничестве и финансовый интерес. Компании, покупающие продукцию тюменских заводов, получают компенсацию от регионального правительства. Возмещение части затрат у компаний, которые ведут добычу углеводородного сырья на территории Западной Сибири, им возмещается порядка 5% затрат. Только в 2017 году, воспользовавшись этой льготой, северные предприятия закупили на юге продукции и оборудование на 2 миллиарда рублей. Валерия Чижик, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Жители города удостойны различных наград. Торжественная церемония их вручения состоялась в администрации города. Благодарность губернатора Ямалоненецкого автономного округа объявлена медицинским сестрам городской больницы Альфие Загидулины и Людмиле Сизак. Дипломом победителя 19-го конкурса по предоставлению субсидий из окружного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям награждена общественная организация «Белая гора». А диплом участника конкурса вручен организации «Добрый свет». Почетными грамотами за первое и второе место в конкурсе работ по освещению деятельности Следственного комитета награждены сотрудники «Муравленко-медиа» Ирина Храпова и Татьяна Козырь. Почетные грамоты администрации города вручены Елене Неклюдовой, Светлане Березовской. Еще четверо горожан награждены благодарственными адресами администрации и главы города. В социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные на территории дачного поселка поиздевались над собакой. Сначала животное сбили, а затем несколько раз выстрелили из травматического оружия. К счастью, пса смогли спасти. Теперь он наблюдается у ветеринаров. Подробности этой истории в сюжете Инны Юшиной. Хозяин пострадавшей собаки много времени проводит на даче. Вместе с ним и его питомец-шериф. Так было и в этот раз. Но в какой-то момент пёс незаметно исчез. Вернулся только через трое суток весь израненный. Излишняя доверчивость к людям сыграла с ним злую шутку. В понедельник я его отвез в клинику. Там ему живот зашили. И прежде чем зашить, начали сбривать место зашива. И увидели одно пулевое ранение. И решили проверить всю собаку. Когда его полностью обстригли, увидели шесть пулевых ранений. Похоже, его сначала избили, а потом уже как бы добивали. Сегодня питомец уже прооперирован. Его состояние стабильное. После того, как дочь Фаниса описала эту историю в социальных сетях, фактом заинтересовались сотрудники полиции. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, в результате у которой будет принято процессуальное решение. Теперь пёс-шериф наблюдается у ветеринаров. Ему делают уколы и перевязки. По словам специалистов, такие случаи в Муравленко редкость. Раньше случаи жестокого обращения с животными в городе Муравленко не наблюдались. Как вот ранее, на днях у нас случилось два случая. Это побили голубей в голубятни. И на дачах расстреляли собаку. Таких обращений у нас раньше не было. Но если будут такие обращения, в дальнейшем мы просто будем советовать, чтобы люди обращались в полицию. История шерифа быстро стала известной не только в городе, но и за его пределами. У многих горожан этот случай вызвал бурю негодования. Я не приемлю такое отношение. Ну, отрицательно. И бросают люди, и все. Разве можно такое делать? Я не представляю, что за варвар, который издевался. Тем более голубятни, наверное, породистые голуби. Человек их ухаживает, привез сюда, разводит. Ну, конечно, очень жестоко это. Нельзя животных троять. Они такие же, как мы. Это вообще вопиющий случай. Я считаю, что возле «Газпрома» существуют камеры наблюдения. Надо установить личности, тех, кто это сделал. И, соответственно, наказать. По-другому как. Соседи Фаниса Сатарова по даче говорят, что в тот вечер слышали выстрелы со стороны озера. Наверняка у трагедии все-таки есть свидетели. Но они молчат. А между тем, такое молчание может привести к более трагическим последствиям. Инна Юшина, Владислав Дроботов, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. В семи спортивных учреждениях города готовятся к началу учебного года. В основном здесь проводят работы по косметическому ремонту. Подробности в сюжете Нины Гультяевой. В этом году косметические ремонты проходят одновременно в семи спортивных учреждениях. К примеру, в Центре организации проведения спортивных мероприятий «Ямал» уже покрасили стены в коридорах здания. На пожарном выходе установили поручни. Нанесли специальную разметку для маломобильных групп населения. Также планируется до конца сентября заменить пожарные лестницы. Четыре штуки. Планируется замена песчаного песка, кварцевого песка в фильтрах. И планируется на летнем стадионе установка видеонаблюдения. Напомним, что в начале этого года в Ямале были завершены масштабные ремонтные работы в помещении бассейна. Здесь полностью заменили оборудование водоочистки, произведен капитальный ремонт стен и напольного покрытия. Стало светлее, чище в самом бассейне, потому что кафель, конечно, был очень старый у нас. В связи с тем, что его поменяли, стало более комфортно и приятно и деткам, и взрослым. В спортивном зале «Каштан» приводят в порядок душевые, тамбур и входную группу. А вот на городском стадионе трибуны уже стали ярче. Отремонтировали и поврежденные ограждения. Не остались без внимания хоккейный корт «Дружба» и стрелковый тир. Проведены косметические ремонты в стрелковом тире, в хоккейном корте «Дружба». Скошена трава, облагородили территорию немножко, благоустроили. Потом провели промывку сетей, подготовку к осенне-зимнему периоду. Все косметические работы в учреждениях спорта планируют завершить к концу августа. А более объемные – в сентябре. Нина Гультяева, Владислав Дроботов, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. 1 сентября Муравленковский многопрофильный колледж распахнет свои двери для первокурсников. На сегодня свое желание получить профессию на базе колледжа изъявили 129 выпускников общеобразовательных школ. Сегодня колледж предлагает абитуриентам обучение по четырем специальностям. Одна из них – новое сварочное дело. Кроме этого, мы принимаем на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессиям слесарь и портной. Наибольшим спросом у абитуриентов пользуется специальность разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Прием осуществляется на конкурсной основе по среднему баллу аттестата. Вступительных экзаменов не предусмотрено. По каждой специальности выделено 25 бюджетных мест. Приемная комиссия будет работать до конца 2018 года, но по правилам основной прием завершается 14 августа, когда мы принимаем последний день документы. В этом году трое выпускников девятых классов не смогли пройти государственную итоговую аттестацию по математике в основной период. 7 сентября им предстоит повторная процедура сдачи экзаменов. Для этого ребятам необходимо до 25 августа написать заявление на базе образовательного учреждения, в котором они учились. Ну и, конечно же, основательно подготовиться. На протяжении всего летнего периода с не сдавшими ГИА выпускниками усиленно занимаются педагоги. Занятия проводят в очной, а также в дистанционной форме. Пункт проведения экзамена у нас будет организован на базе первой школы. Процедура также как в основные сроки, никаких изменений нет. Это все новости на сегодня. Оперативная информация на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова